Приюту для бездомных домашних животных в Орле быть. Городская администрация выделила землю под эти цели Орловской общественной организации. 56 соток находятся недалеко от спецавтобазы и полностью свободны от построек. Сколько вообще нужно средств для того, чтобы построить приют? Вообще обсчитывали? Сколько потребуется? Да, мы считали. Если считать по нашим меркам, то есть мы как общественная организация своими силами, мы считали где-то миллионов пять. Сегодня Ирина Салихова держит животных дома. Пока это кошки. Несколько десятков четверолапых живут на полном ее обеспечении. Женщина была бы рада устроить хвостатых в приют. Да пока такого в Орле нет. Чтобы был, хотят получить грант. Изначально это считалось как приют-передержка. То есть, естественно, всех животных с улиц города мы собрать не сможем, потому что это очень много. Их нужно будет на что-то совершать, кормить, лечить. Те, которые животные не могут жить на улице города, естественно, должны остаться в приюте до нахождения новых хозяев. Заботе, так называется общественная организация, нужна помощь. Финансовая. На строительство будущего приюта для животных с передержками и вольерами для больших собак. Волонтеры уже сегодня просят помощи у горожан. Мы будем открывать школу волонтерского движения, будем учить волонтеров, как общаться с людьми, как правильно преподнести ту или иную тематику в рамках нашего проекта. 14 и 15 апреля в Крамах пройдет благотворительный марафон. Часть собранных средств волонтеры передадут в подшефный Крамской интернат. А другую часть на приют для домашних животных. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.